доброй ночи доброй ночи всем закрываемся мороз выпускать то есть тепло выпускать не будем всем привет друзья поближе мы доехали нормально хорошо доехали успели очень много было на утро всяких дел переделать туда заехать то то взять то купить сюда ну так как ехали в село еле нашел вид аптеку купил все что надо еще вы знаете я я не городской житель мне непривычно что в вид аптеках только для котов и собак и это не вид аптеки это зоомагазины по всей полтаве не могли найти нормальную вид аптеку нашли вот здесь через речку возле а т.б. вот здесь чуть подальше по дороге не знаю как эта улица называется это мне наверное кто-нибудь полтавский кто-то полтавский написал что тут есть вид аптека спасибо вам большое и мы в общем проехали и нашли в момент пока я пока мне давали то что мне надо выключили свет хорошо что были наличные деньги и я смог рассчитаться в общем я купил все что мне надо юху для кур для кур то что мне надо пролечить я буду лечить кур наружно и внутренне то есть мы пролечим от от этого клеща птичку сразу ну как бы с двух направлений наружно я купил бутокс и купил и вермек это тот же препарат от глистов и он помогает от клеща я пропою птичку и она у меня и замочу ножки бутоксе я обязательно завтра засниму об этом ролик покажу потому что много людей написали что хотят это все увидеть отлично и мы вот ехали сюда мне позвонила моя знакомая можно так уже назвать бабушка ну как знакомо у нее есть мой номер телефона она у меня подписано как по кастрировать нужно кабана я ответил и мне нужно в эти дни сейчас ну вот пока мы здесь по кастрировать 8 кабанов больших за 100 килограмм но я думаю что это поросята этом весенние или ну зимние такое время нельзя было их продать она никому не надо было люди не заботились хозяйстве им это не это было недохозяйство в это время но кормить люди их кормили и в общем вот на данный момент выросли эти большие кабанюк кабаньяки и я поздно и мне позвонили и мы договорились и знаете что я искал скальпель где-то у меня есть ручка этого съемного лезвия нигде не нашел и я по всем вет по всем аптекам наверное штук в 7 заехал сегодня по утру и нашел в одной аптеке один скальпель одноразовый ну с пластиковой ручкой в обычной аптеке я его нашел я очень рад купил присыпку йод у меня есть здесь пол-литровый так что вот будет у меня такая прям хорошая шабашка 8 кабанов больших это это хорошо то есть как бы дорога с полтавы окупится ну вот так и вот этого красопеду тоже нужно покастрировать и как вы поняли с названия есть хорошая новость и я вам сейчас ее я думаю вам будет так не то что даже слышно а видно смотрите видите что происходит у моих красопед сдертые бока вот новость хорошая побитая свинка да но это это такое сдертые бока от хорошего действия в общем как только мы уехали в тот же день мне позвонили и сказали что маночка пришла в охоту за овсянку я не знаю ее должны были пустить на следующий день но мне уже не звонили я завтра как станет ну как проснемся уточню но маночка должна должна была погулять я запишу сейчас посмотрю посмотрю какое это было число и запишу запишу как всегда где-то здесь на этом и и в общем но это вроде нет а не побито хотя ним непонятно короче короче завтра узнаю будем следить ну а маночка маночка должна была должна была погулять кабасик рабочий так что если если он ее покрыл то теперь от маночки ждем поросят еще раз пытаюсь завтра посчитаю ну запишу день пороб когда ее пустили до кабана отсчитают 21 день хорошо если в это время мы будем здесь я прослежу придет она в охоту или не придет ну то что вот здесь есть копыта это знак что она погуляла потому что если бы она его не подпускала то именно вот здесь копыт не было а так когда кабанчик держится на свинке он вот здесь вот так дерет копытами он как бы упирается в свинку и только только во время ссадки вот такие царапины получаются если бы она не пускала его то есть она была бы как-то по-другому побитта а овсяночка а овсяночка нет овсяночка не видно может он ее покрыл ее сразу забрали в общем я узнаю и еще обратите внимание что они стали толще вам не кажется что они стали толще этот от дробленки мы как уезжали я надробил полную бочку нас не было мы уехали во вторник сегодня воскресенье 5 дней вот где-то килограмм 60 60 за 5 дней мои 4 свинки съели это немного это немного да мне сегодня ничего не надо делать мы знаете это хорошая новость туманка погуляла мы собирались 100 пакетов то есть ну это так фигурально выражаясь пока загрузили все в машину весь багажник полный привез сюда помидоры вы видели рассаду привезли кучу разных пакетов которые как как приезжали сюда натигли натянули вещей в полтаву потом поняли что они уже нам там не надо летние вещи сюда привезли сто пятьсот пакетов и я забыл полтаве чеснок слава николаевна слава николаевна где чеснок где чеснок и остался полтаве вот так мы загружались лук привез а чину который купил а чеснок не привез в общем подготовим подготовим участок под чеснок а уже когда приедем следующий раз ноябрь сентябрь октябрь ноябрь месяц сейчас до октябрь ноября всегда путаю что зачем и тогда посадим вот так ну так получилось так а лук под зиму посадим вот так мне кажется в не пузатые стали вы погуляли девки где наш красопед хлопец ты покрыл девочек нет а ты молодец молодец да так как так как курочки сейчас плохо несутся это хорошее время их проглистовать и как раз вот во время глистования пропадут и пропадет и клещ то есть мы живых особей снаружи немножко уберем и изнутри они же ну то есть из курочки сосут всякое питание себе поэтому я думаю что это будет нормально да что ты клацаешь погуляли девки нет вот прям как хочется узнать и еще знаете посмотрел мне моя подруга алла если ты смотришь тебе опять привет это та же самая подруга о которой мы уже несколько раз говорил мы вместе учились знакомая она мне скидала ссылки перепелок то есть если бы наша машина не была бы такой полной я бы взял перепелок курочки в полтаве продаются по 90 гривен те которые несутся месячные по 60 но месячных я не хочу это недели три кормить а а сразу вот несушку несушку можно было взять три недели за 20 дней курочка за день съедает ну 50 копеек гривну то есть надо посчитать я сейчас вам точно не скажу но то есть три недели ждать и по цене будет тоже самое лучше купить курочку сразу готова и вот если будем ехать следующий раз и я пока здесь не найду то я возьму хотя бы 10 штук клетка у меня вон стоит вот так пепита а ты замуж не ходила нет не собралась замуж красота моя ты все тут порядке понаводила да нагадила позагребала себе в кучке ну давай поздороваемся давай давай поздороваемся давай будешь падать давай давай ложись моя девка моя красавица жирная толстухина мне написали что она мучается кто вам сказал что она мучается все взрослые вьетнамские свиньи выглядят так все она не супер зажиревшая у нее даже живот не лежит на полу да это звучит странно но если бы она была зажиревшая она бы свой пузо таскала по полу давай почешем пузик а так она такая подтянутая жирная свинья жирная красота давай эту почешем вот тут ножичку поднимай поднимай ножичку давай вот такой массаж да вот так все маленький массаж давай тебе орешек мне уже сколько роликов подряд сказали чё ж это я ореховой королеве не даю не даю орешек да давай поднимай ножку поднимай ножку давай выше вот так вот так вот так вот так тут почешем под ножкой да вот так еще пишите как она такую тушу держит на таких тоненьких ножках но ноги то 4 в свинке около 150 килограмм а то и нету скорее всего нету может сто двадцать то я сразу загнул вам давай тут почешем вот так вот так и эту поднимай ножку о такая молодец вот так так что сто двадцать килограмм разделить разделить на четыре ноги по 30 килограмм на ножку нормально себя почувствует да все и ваня сказал что будем будем убирать огород знаете что я еще ищу еще хочу это все можно молчать но нужно молчать так вам будет даже интереснее на самом деле интрига небольшая но в эти загоны не свиней но можно еще купить какое-нибудь хозяйство и и обязательно его куплю потому что ну я думаю что дальше мы будем все чаще и чаще сюда навидываться и в конечном итоге в конечно конечно конечном итоге мы все равно вернемся это наш дом поэтому чё с этим тянуть чё с этим тянуть загона вот и вот и вот и вот и вот и вот и там загоны есть и на том дворе загоны точно есть красота ты пузатая нет чернушечка ты пузатая или нет нет вот так знаете чеснок забыл вот эту микрозелень вот мы резали а тут еще ее много ну и в общем я ее принес курочкам да пошли до курочек сходим пошли пип вот так вот такие дела это я на просто не на проверку пришел а на осмотр я уверен что здесь все хорошо и если бы что-то случилось мне бы обязательно поставили в известность о какая грива у кабанидзе да кабаняра какая грива вот так все пошли к курочкам и купил куром купил куром премикс такой самый обычный потому что другого не было премикс там больше мела ну и всякого такого непонятная ну непонятных микроэлементов как непонятных понятных но я имею ввиду самую самую простую такая пачка мела называется несушка потому что в городе для сельскохозяйственной птицы ничего нету хоть это хоть ищи хоть не ищи ничего не найдешь будете кушать травку горох пророщенный вот эти девки вот такие такие кубла мы я немножко вон сейчас один один лоточек съел ну это ж типа микро зелень но то что мы прошлый раз здесь сидели неделю а этот горох я вам снимал он стоял в умывальнике он высох в то время и он стал такой в общем деревянный поэтому поэтому нельзя нельзя микро зелень оставлять без присмотра окурочки и вот как раз сейчас хорошо от клеща их полечить потому что они плохо несутся то есть я им дам противоглистный препарат и они ну как бы яйца в это время нельзя кушать ну яиц сейчас мало а уже потом потом будем будем добавлять им добавки сейчас даже добавлять ничего не буду вот так тут кустик мы съели вот так а ну курочка будете слазить зеленочку есть яйца ага вот они смотрите молодцы сегодня не собрали сегодня яйца знали что я приеду сам тут положу в общем сегодня 4 водичка видите наверно так как я уезжал 5 дней назад так и есть чистенько вот так там еще на улице получается ведро стоит нужно завтра его перевернуть а дать курочкам только только с препаратом вот так будет кто нибудь спускаться будете нет а ну давай хоть кто нибудь один как дерется вот эта старая курица белая белая всех вот она залазит и возле нее кто бы не сел а так всегда вот это вот смотри вот смотри что делает а рядом то ее типа то отстань ты от нее слазьте кто нибудь давайте давайте спуститесь кто нибудь давай давай черненька покажи какая то ты взрослая старая курица опытная давай покажи что это вкусно да ой какая зеленочка пришла да слазь были то без света о это старушка слазит вот у нее видите лапки в чешуйках сейчас вам покажу постараюсь оп ага видите какие чешуйки ну не деритесь вот это и есть клещ слазьте кто нибудь давай о а ну не хотят завтра распробуют наверное ставлю им на ночь свет пусть это пусть развлекаются кто то кого то звонит на сеста а ну давай черненькая покажи что это вкусняшка главное кому то одному попробовать давай 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 сейчас пока зрение наладится да еще не сильно загадили завтра тут все поубираю опять опилочком почистю нужно будет побелить стены и только тогда нет никто не хочет и только тогда ну как бы провести манипуляции с лапками замачивать ножки я купил бутокс там ну один миллилитр на литр воды и это ну а внутрь они будут пить препаратов листов тот который я колю свинотам вот так видите какие у нее лапки вот так вот это тоже взрослая старая курица но у нее лапки здоровые а у этой чешуйки вот так приподнялись во ну давайте кто-нибудь во не они и даже не обращать внимание на зелень нет давай горох горох давай кто-нибудь не не пошло может при свете дня было бы лучше ну не знаю так я же не дал пепе орешка не дал так что пошли пошли дадим пепе орех вот так большое все ладно завтра приду посмотрим склевали нет кто бьется кому весело так девки слова я вас не буду ночью кормить вы не голодная знаю это орешки это орешки для свинок они все пыльные грязные вот так пяток попить пепочка ты уже легла отдыхать орешки есть кто будет кто будет есть орешки давай двигайся двигайся пепа молодец кормушка как вы мы тогда хозяйка скажем взрослая девка до на орешек на так принцесса на а то умничка на еще они отлично перебирают орехи то есть они их разлучивают то те части шелухи которые они едят это тоже им идет на пользу ну вот и вот эти как и как я назвать не знаю чистит кишечник на но не отлично перебирает потом вот так все вылежит на 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 девочка на о какая социалистка до эти как раскусила плюнула по выбирает потом чтобы она понимала да вот так всю всю шелуху выплевывает на касаются на 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 последние пять штучек тебе хватит на на ты там собираешь да на 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 бери целый первый чуточку она боялась проскусить а дальше пошли как по маслу до все все толстуха хлопец тебе страшно да ты же пришел тот кто меня таскал таскал с одного загона во второй ну все не смотри на меня так и не клацай будем дружить будем да да молодец молодец красавчик всем большое спасибо за просмотр всем хорошего дня то есть вечера и всем пока 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 булочки так очень хочется чтобы это погуляла как будет так будет я люблю я люблю чтобы они обе гуляли одновременно они уже взрослые свинки и опоросы могут быть большие то есть у вьетнамцев вот у них 14 сосков они паразитки могут 17 налупить кто помнит их первый опорос у этой было двенадцать вроде а в этой шесть помните я от это делил 4 сюда до у нее стало 10 по это осталось 8 потом от их мамки от хельги хельга тоже налупила много отделил ей и короче выровнял всем свинотам поросят да да мои девки все поэтому если будет отдельно ну как будет так будет знаете как будет так будет главное бы были поросятки да все всем пока пока